Я сегодня захожу, мне говорят, ой, как вас зовут? А с Лизой мы питают, как себя звати? Красавица. Красавица. Я сегодня восточная красавица. А сам источная красавица днес? Да. Спасибо. Ну, немножко расскажу о поездке в Казахстан. И мало кто расскажет за путеванную в Казахстан. Мы поехали, чтобы получить разрешение официальное на выезд. И потом мы получим официальное разрешение за изнизу problems. Потому что получили разрешение от Болгарии на получение гражданства болгарского. Получим разрешение от Болгарии, да получим бульгарское гражданство. Но дело в том, что когда нам дали разрешение, нам сказали, вам нужно отказаться от казахстанского гражданства. И оказалось, что это не так легко. Ну, в смысле, это и в физическом мире не так легко. Но, как оказалось, что и, ну, как бы, может быть, в душе нашей тоже не так легко. Потому что все-таки это наша родина, где мы выросли. Ну, и мы, наверное, больше года готовились к этому психологически. Ну, и, слава Богу, мы поехали первый раз в ноябре. Не успели. Ну, и пришлось нам еще раз поехать, вот уже в январе. И вот, знаете, брат Николай, да, он говорил о том, что они сегодня делают флешмоб. Дарят любовь и благодарность Болгарам и Болгарии. И, знаете, Бог тоже открыл нам, что нам нужно будет поблагодарить Казахстан и казахстанский народ. Да, и, знаете, Бог мне показал, что можно это сделать в лице одного человека. Да, ну, я это, это у меня, я концовку рассказываю наше путешествие. Рассказываем большие края на наше путешествие. Да, и мы выбрали последний день, чтобы была суббота, мы вылетали из Астаны. И избрали последний день суббота, куда мы должны долететь в Турцию. Да, и я решила, у меня подруга моя, самая близкая, казашка. И мама близкая, пряталка, казашка. И, в принципе, я как будто бы имела вторую маму, это ее маму. И я с ним их все равно вторая майка, неинанта майка. Да, и я созвонилась с подругой, и говорю, мы бы хотели, ну, именно вот поблагодарить твою маму. Я не знаю, как это можно сделать. А субботник напрятал, когда сиська, да, кажа... Может быть, мы в кафе пригласим куда-то. Майка и... Когда она узнала, она сказала, нет-нет, только к нам домой. Ну, я знаю, что в Казахстане такое, на чай зайти. Казахстан, куда ты утиешь на чай? Ну, в интернете есть такие фотографии, в Казахстане зашли на чай, а там стол ломится. Да, и вот на чай, у бачи, масты полна со скрана. Вот, я попросила, пожалуйста, по-скромному нас встретить. Ну, а с гибу молих по-скромному начин, да, не срежь, да? Вот, и мы сказали им, когда сидели за столом, мы сказали им слова благодарности за определенные вещи, за то, что она вложила в меня. И сказали, что вот вашим лицем мы благодарим весь... Вот, она расплакалась, вытащила нам кучу подарков. Да, я к тому, что вообще благодарность, она творит чудеса. Вот, вы знаете, мы воздаем славу Богу. Но благодарность людям, которые для нас сделали что-то. Поэтому важно быть очень внимательными, ну, друг ко другу, к людям, которые делают что-то в нашей жизни. И важно, если мы внимательны к хората около нас, какое-то правильное, что за нас. Вот, ну, мы приехали в Казахстан. Дойдох, мы в Казахстан. И, вы знаете, вот самое главное, что Бог нас так вел, мы видели всегда руку Бога, вот, на протяжении этого времени. И присял от этого путуванной в виждах мариката на Бог. Знаете, вот, когда приходят к Богу, был период, когда говорили, приходите к Богу, у вас все будет вот классно. Имаше таков период, когда хората казваха, что идвайте при Бог, и всичко, что будет наред при вас. Но когда мы идем к Богу, приходим, не будет легко, но Бог всегда будет с нами. И Он будет помогать разрешать определенные, ну, трудные ситуации или проблемы. И то, что не помогает разрешать определенные трудности и проблемы. Потому что когда у нас все в жизни легко, тогда у нас нет роста. Ну, и мы приехали, и слава Богу, знаете, что в наибрее месяце к нам в церковь подошел парень, ну, мужчина, молодой. Нас пригласили в одну церковь, и в этой церкви подошел мужчина и спрашивает, вам нужна помощь с документами. Он сначала к Геннадию, пастору, подошел. Он говорит, да, наверное. И той каза, может быть. Слава Богу, что он подошел потом ко мне. Слава Богу, что той после дойде при мен. Я говорю, конечно, нужна помощь. И я сказал, разбираешься, что не треба помощь. Ну, потому что все очень делается медленно. Мы отменялись контактами. И он сказал, когда будете лететь в следующий раз, заранее меня предупредите. И знаете, слава Богу за него. Потому что, наверное, если бы не он, мы бы еще 3-4 недели были бы в Казахстане. Вы знаете, я верю, что Бог делает определенные вещи. Но Он это делает через людей, пока мы на земле. И Той го правит через хората, до кого-то с Мене замята. Поэтому в Исаии написано, я искал человека. И Висая пише аз 3-4 человек. И сейчас Бог говорит, я ищу человека, чтобы сделать через него какую-то работу на этой земле. И Бог сега оказывает, 4-4 человек, за да направили некую работу на этой земле. Я увидела славу в том, что вот этот человек услышал Господа и подошел к нам. И я свиждам славу того в това, что тоже человек и чул Господ и дойде при нас. Да, и на протяжении всего периода мы, вот когда шла задержка, вот мы к нему обращались, старались сильно его не напрягать. Но слава Богу. Вы знаете, Казахстан это удивительная страна. Казахстан это удивительная страна. Вот мы приехали туда, как будто бы вот заново. Было минус 22. Но за месяц до этого было минус 36. И мы очень молились, чтобы потеплело. Месяц до этого, там было минус 36. И не сильно молились, мы достали потопку. Да, слава Богу, приехали, минус 22 было. Слава Богу, что было минус 22. Но мы забыли вообще, что такое морозы. Мы вышли из аэропорта, я даже перчатки не достала из чемодана. И мы вышли и ждали машину. Через 5 минут я вся промерзла. След 5 минут я замерзла. Руки у меня так замерзли. Рецепты мне такая измерзла. Что еще недели 2-3 у меня болели суставы. Чего, что 2 седмицами булях ставят. Да. И знаете, что я представила? И аси представих. Когда-то на территории Казахстана было очень много лагерей. Накого на территории Казахстана имаше много лагерей. Затворы. В основном это для политических заключенных. За политические заключения. Затворницы. Да, это с Украины, с России. От Украины, Россия. С Поволжья, немцы. От немцы. Чеченцы. Чеченцы. С Дальнего Востока, Корейцы. От Дауния, Исток, Корейцы. Кто там, Дагестанцы еще. В общем, со всего Советского Союза. Цель Советский Союз. Я представила. Вот их привозили туда в вагонах для, ну, как бы, для животных. И аси представить, чеки до въезждаха там в... И представляете, человек выходит зимой. Человек излеза при зиме-то, на то, здесь тут излеза. И вообще, каким нужно было быть, обладать желанием жить, чтобы выжить. И какого желания доживе-то треба вот это имать. Да, поэтому... Но, знаете, я верю, что одна из причин, почему на территории Казахстана в 90-х так стали разрастаться церкви... Потому что там была пролита кровь и верующих тоже, отправленных в ссылку. Потому что в нашем городе церковь на 5 тысяч посадочных мест, зал. Это самая большая церковь на территории всего бывшего Советского Союза. И, знаете, меня очень тронуло есть фильм. Он рассказывает о лагерях жён врагов народа. То есть туда отправляли женщин. Там собились праздники. Ну, так сказать, политических заключённых. На политические затворницы. А как этот фильм называется, Андрей, помнишь? Алжир. То есть в умственной речи Алжир. Да. Акмолинский лагерь для жён изменников родины. Да. Акмолинский лагерь заженитый на изменнице. Да. И, знаете, в этом фильме очень трогательная такая картина. В този фильм имаше една трогательная картина. Когда местные жители. Когато местните жители. Они подсылали своих детей. Те са испрашивали своите деца. И дети кидали что-то в заключённых женщин. И те са хвырляли нечто в тези затворницы жени. И заключённые думали, что они камни кидают. И затворницата са мислили, че хвырлят камни. И один ребёнок. Потому что они их отправляли с детьми туда. Взяла и попробовала этот камень. И говорит, это же твёрдый творог. И они тогда поняли, что им кидали еду. Вы знаете, нас в последний день тоже неожиданно... Да, неожиданно... Это был Курт. Курт. Твой Курт. Нам дали Курт. Мама моей подруги. Майк, это мой-то прятал. Вас кидать или раздать? Сейчас Анечка даст вам, чтобы вы попробовали, что это такое. Ну, кто не рискует с новой едой, берите маленький кусочек. Кто уже у нас дома пробовал. А? Ногу из соли. Да, он солёный, да. Он солёный. Ну, то есть не надо его в рот брать полностью. Его нужно по чуть-чуть кусать. И, знаете, во время Второй мировой войны... Во время Второй мировой войны... Ну, мы все знаем, что в Среднюю Азию уходили эшелоны детей оккупированных территорий. И в Средней Азии собились просто дети. Да, и очень много детей спасли от голода именно в Средней Азии. И в Средней Азии собились просто много детей. Именно там. У нас такая-то хлебосольная страна. И, знаете, мы молились... Вот уже среда... Вечер-беще среда. На субботу у нас самолёт. В субботу имах мы и полет. Документы не готовы. Документите не бяха готовы все ошти. И мы пошли на молитвенное. И не уйдёх мы на молитвеное. И стали молиться. И започнах мы да си молим. И, естественно, я стала молиться. Я говорю, Господь, ускорь, пожалуйста, процесс. И аз молих Бог да ускори този процес. И, знаете, я вижу определённое видение. И я вижу, что как будто бы моя пуповина... И болгарская земля. И моя пуповина, она становится шире и шире и соединяется с болгарской землёй. Потом я вижу следующую картину. Я вижу, что моя пуповина с казахстанской землёй. И, видимо, мой пуп на врыв со казахстанской землёй. Она становится меньше и меньше. И мне приходит в духе, что тебе нужно её разрезать. И в духе мне идут, что тряло, да я утрежу. Но я рассказывала предыдущую историю, для того, чтобы вы поняли, что оно нелегко было мне. И рассказывали преди твоей историей, чтобы разберете, чьи не мешает около лесу. Но я понимаю, что Бог нас перемещает. И мы жители неба, правда же? И мы не должны привязываться к чему-то. И я, мысленно, беру ножницы и обрезаю пуповину. Вечером мы приходим и получаю СМС, что ваши документы готовы. Завтра идите в ЦОН, забирайте. Ну, мы утром таки радостные встаем. И едем в ЦОН. Отиваме в това мяско. Приходим, говорим, мы такие-то, такие-то наши документы готовы. А нам говорят, нет ваших документов. А кто вам звонил? Мы такие, кто вам звонил? Ну, я промолчала, не стала выдавать секреты. Ну, мы стали продолжать молиться, уехали. Через час нам звонят из ЦОНа и говорят, ваши документы пришли. То есть мы получили СМС до того, как вообще документы наши пришли в ЦОН. Ну, мы такие радостные. Я забрала свое разрешение на выезд. А Геннадий говорит, да вы, пожалуйста, задержитесь. Да, говорит, вам нужно выписаться с военкомата. С военного учета сняться. И, в общем, мы опять сдали документы. И ждем пятница, пятница утра, пятница обед, а в субботу у нас вылет. И я опять пишу, Вячеслав, у нас проблема. Он позвонил в военкомат, там забыли они. И он говорит, все, езжайте в военкомат, сами забейте. Ну, хотя это запрещено. Идите к начальнику военкомата, возьмите и отвезите сами в ЦОН. Да. Указано, да все, читаем сами, там, да утидем, да вземем документы. Знаете, да, у нас все так было, вот прям, вот, притык. Да, и, знаете, слава Богу, мы получили большое благословение, конечно, в Казахстане. Знаете, мы видели ребят, вот, нам было по 20 с чем-то лет. У нас, ну, такая группка была в церкви. И мы встречались, и каждый имеет свое служение. Каждый состоялся как личность. Пошел в свое призвание. Тоже в Астане мы были в семье с пятью детьми. И мы вспоминали, как трудные времена мы вместе проходили. И, знаете, очень было приятно. Они сказали, у нас с вами только хорошие воспоминания. Видите, вот эта вазочка. Это ваш подарок. Ну, я вообще не помню. Она говорит, ты привезла творожник в этой вазе и сказала, это вам, вазочку оставьте. В той комнате висит картина, которую вы подарили. В этой комнате еще что-то. В той же стае има още нечто. Я, знаете, хочу сказать, что люди запоминают. Какво хората запомнят. Послушайте сейчас внимательно. Внимательно, чуйте. Люди не запоминают какие-то большие собрания. Хората не запомнят големи собрания. Люди не запоминают какие-то большие мероприятия. В големи мероприятия. Люди запоминают мелочи. Хората запомнят некакви древни, малки неща. Которые мы делаем для них. Които правим за тях. По откровению Божиему. По Божието откровение. Когда Бог нам вкладывает это в сердце. Мы, когда начинали церковь новую в одном месте. Геннадий заезжал за одной бабушкой. Ей было за 80 лет. Она уже почти ничего не видела. Вот я, честно говоря, думаю, может быть, этой бабушке вообще не надо это. Но когда мы переехали уже спустя 10-15 лет. Нас нашли люди и сказали, мы наблюдали, как пастор приезжал за этой бабушкой каждое воскресенье. И они сказали, это нас настолько тронуло, что мы решили ходить в церковь. Понимаете, люди наблюдают за нами. Они смотрят, что мы говорим, как мы себя ведем, и очень важно слушать нашего Господа и быть послушными Ему. Даже когда нам что-то не хочется делать. Сейчас такое Евангелие идет, что все легко в Господе. И вот идут такого Евангелия, что все холестно в Господе. Ну, я вам скажу, что, судя по нашей жизни, распинать плоть надо, как Павел говорит, я каждый день распинаю свою плоть. Как указывал Павел, требует распила мы свой плод всякий день. Аминь. 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 Да, и еще... А, можно телефон? Я там немножко накидала. А, да. И вы знаете, мне буквально вчера... Помните Олю Шевченко из Одессы? Да, она в группе прославления пела еще в том здании. Помните ли, Олю Шевченко от Одессы? Анечкина подружка. Приятного, как Наня. И она мне написала недавно, что... Скоро мне написано. Буду, да, снимки? Да, снимки. И она мне написала, что... Мы в юрте. Чесо вы в юрт? И она говорит, вы знаете, Казахстан нас очень поддерживает. Казахстан не подкрепит. Консульство Казахстана во многих городах... Да, вот она, юрта. В многих городах поставили юрты, где мы можем... Где люди могут погреться. И как вы думаете, что... И попить чай. Горячий чай. Казахстан ты сопоставили юрти, когда это хорото могла до сестопля, допить чай. Да, она мне сняла юрту. У тебя мои братья снимки. Да, и я думаю, ну прям к нашему... К нашей теме. Это изнутри, это потолок. Это сверху, да. Ну так как казахи были кочевниками, они жили в юртах. Можно дальше, да? И казахи соживели в юртах. И собирали юрты. И соживали. И вот сейчас в Украине, в городах поставили такие... Там еще есть. Поставили такие юрты. И сега в Украина в някую городу веся посложили тези юрти. Да, и где люди могут погреться. И покушать. И вот поэтому, я думаю, там еще с Олей фотография должна быть. Вот. У нее даже шицу. Прям как у нас. Да. Да. И... Да. Большая, высокая юрта. Да. И она пишет, что... Ну, вообще, вот эти вот... Очень трогает вот это отношение. Твои отношения много до Косва. Что мы можем прийти туда и действительно... И я думаю, что всякий народ Бог вложил нечто особенное. И, наверное, мы тоже, как представители разных народов, можем внести в Церковь и в Царствие Божие что-то особенное и хорошее. Важно узнать, что, Господи, я могу внести, что... Ну, вот Эдди уже сказали сегодня. Он служил домом, гостеприимством. Эдди служил со своем домом, со гостеприимством. Потому что это очень важно, когда ты попадаешь в новую землю, чтобы кто-то открыл свой дом и сказал... Когда ты попадаешь в новую землю, некуда утворит свое такое, что докажет добре душли. Поэтому давайте будем открывать свои дома. И еще помните Гульшару, да? Помните ли Гульшара? Она передала вот эти вот конфеты Казахстана. Она еще попросила меня купить что-нибудь к чаю, но я забыла в следующий раз. Да, поэтому Пашке не давать, он уже с утра съел. Да, это очень хороший шоколад. Твой много губов в шоколад. Да, Эдди, ты был на армянской земле? Эдди. Вот, можно, можно. Ну, в принципе, я закончила, да. Давайте я вот так передаю. Эдди, я передаю тебе микрофон. Добър ден. Добър ден. Я хочу продолжить оттуда, где Наталия закончила. Аз съм роден в България. Я родился в Българии. Второе поколение. Второе поколение. От армянски происход. И мне армянски происход. И не го натъртвам това, за да покажа кой съм. Я не говорю, что просто показать, кто я. Но искам да ви кажа, да сте горли, от къде излизате. Но я хочу вам сказать, чтобы вы гордились оттуда, откуда вы вышли. Казахстан, ви от Украина, ви от Русия. Казахстан, из России, из Украины. Аз не съм от Армения, но не има таков происход. Така, и защо го казвам това? Почему я говорю это? Преди повече от 25 години. Где-то больше 25 лет назад. Си остая шоколада, че се растопяло. Преди повече от 25 години Господ ми говори в сърцето. Бог проговорил в мое сердце. Когато имах голям проблем и отидах на море, това свина и там ходя. Когда у меня была большая проблема и я пошел к морю, я всегда хожу к морю. И там му се оплаках. И я пожаловал се Богу. И за първи път Бог ми проговори с глас вътре в мене. И первый раз Бог проговорил голосом внутри меня. С такова сила, че се оплаших даже. С такой силой, че я испугал се. И ми каза, не се претесняви. Он мне сказал, не беспокойся, не волнуйся. Ти ще проповедваш за мене на армейски, на английски по целу свят. Ти будеш проповедвать обо мне на армейском и на английском по всему миру. Армейски? Не, армейски. Армянски. На еврейски, можеш би ще го владе някой ден. И имам приятели евреи, тъй че ще се постарай. У меня есть друзья евреи, можете постарайся. Но защо го казвам това? Зачем я говоривайте? От тогава насам почнах научих да чита армейски. А туда, с това време не я начал читать на армянском. И имам армянска библия и я чита. У меня есть библия на армянском и я я читаю. Така, мога да говоря армянски, колкото такъв нормален разговор. Я мога провести простой разговор на армянском. Но да проповедвам е фантастика. Но проповедовать для меня это звучит фантастично. Много сложен язик. Это очень трудный язик. Така, и въпреки всичко трябва да се доверим на Бог. Но въпреки всему нужно да верится Богу. Защо го казвам всичко това? Вчера имах разговор с пастор армянски. Зачем я все это говорю? Вчера у меня был разговор с армянским пастором. И отдавна мечтаю да уйдем в Армения с сыном и да видим, къде правят сушените кайсии. И у меня есть мечта с моим сыном посетить Армению, чтобы посмотреть, что делают? Сушеные кайсии. А, сушеные абрикосы. Где делают сушеные абрикосы? Това е шигара с библия с библия и искам да видя корените на моето наследство. И мне хотелось бы увидеть корни моего наследства. И естествено да видя тая древна земя, която не се е предала въпреки всичките атаки. И увидеть землю, которая не издалась въпреки тяжелым испытаниям. И поради Христос е устояла. И только благодаря Исусу Христу она устояла эта земля. Разговорът вчера с пастера. И тат разговор, который му провели с пастером. Отдавна си говорим с него, искам да дойдя в Армения, искам да дойдя в Армения. Мы давно с ним разговаривали и каждый раз мы говорили, ой, я хочу поехать в Армения. Но никак не получалось. Это мое желание. И какво се случи вчера? Той ми казва, кога ще дойдеш в Армения? И вчера он меня спросил, когда ты поедеш в Армения? И качели нещо, ма жегна и казах, април с топля идва. И что-то у меня внутри случилось, я сказал, в апреле, когда станет тепло. Обаче той каза, не, 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 март месец е дойдеш. Но он сказал, нет, ты приедеш в Марте. Защото има среща на много вярващих армянцей от цял свят. Потому что будет встреча верующих армян во всему миру. И ты ще запознаешься с хора, может быть, които трябва. И может быть там ты познакомишься с людьми, с которыми должен познакомиться. А на мен сърцето ме е да отида в Сирия сега. Знаете защо? Сейчас у меня еще в сердце есть желание поехать в Сирию. Не знам дали знаете, Алепо е половин армянски. Там се говори на армянски. Там тоже говорят на армянском. А там са загинали около между пети десхи души. Там погибли около от пети до десети тысяч людей. И сега я ме отговори, че защо Господ ми дали да бъда строител, след професионален музикант да станам строител. И сейчас я получила ответ, почему после того, как я был професионален музикант, там я стал строителем. Защо трябва ти усилий да построим къщи, които са строителем. Потому что я могу поехать в Сирию и построить дома, которые были разрушены. Чтобы можем да спечелим сердца за Христос. Чтобы мы могли приобрести сердца для Христа. И я верю, что в Армении я встречусь с сирийскими пасторами. И поеду евангелизировать в Сирию. И Иран. И Бейрут. И Бейрут. Вообще, где есть армяне, и туда я поеду. И да ви кажу честно, дори да ми вземат в головата, както Павел Неми. И даже если меня убьют, то мне никак бы ничего страшного. Как сказал Наталия, мы граждане неба. И по-скоро ще му заведят моите гражданства. И просто они меня отправят домой. Это много армянское мисление, но это другой вопрос. Это армянское мышление, но это другой вопрос уже. Искам да помоля, да се молим, потому что наша сила в молитвах. И я бы хочу помолиться, потому что наша сила в молитве. За то, чтобы это существилось. Да бади Божьата воля. Аминь. Благодаря.